Доброго времени суток, друг! Меня зовут Ики, и запускаю видео, уроки, как можно поставить грамотную, красивую технику ног в домашних условиях, максимально в домашних условиях. Для этого ничего не нужно, кроме одной свободной стены, рук, ног и ясного сознания. Вот, чистой головы. Дело в том, что на самом деле поставить удары очень легко. Шаг за шагом изучим все базовые и не очень удары боевых искусств, то есть прямые, боковые, вертушки, это все можно сделать в условиях дома. Но часто изучение техники занимает очень много времени не потому, что это действительно сложно, а потому, что есть какие-то традиционные установки, которые долго разворачиваются, и есть какой-то блок в голове, что это сложно. Главное понять, что это легко, и если будешь делать упражнение, которое я сейчас тебе покажу, в той последовательности и в том количестве, которое я скажу, то результат будет 100%. Плюс я буду тебя контролировать. Во-первых, растяжка в боевых искусствах и в йоге и всяких других штуках, она отличается. И главное, чтобы у тебя хорошо летели удары и ножки, это динамика, а динамика это махи. Поэтому будем делать махи возле стенки, придерживаясь ручкой по 15 раз каждой ногой прямой мах, натягиваешь носочек и следишь за тем, чтобы коленочка была прямая. Лучше пусть мах будет ниже, но коленочка прямая. И чтобы не сорвать связки, сразу начинаешь первые 5-10 махов делать расслабленный. Вот, счет, прямой мах перед собой. Если какой-то более-менее уровень есть, и ты себя в пространстве не теряешь, то махай перед собой. Это раз. Второе, это боковые махи, амплитуды, как можно выше. Третье, это мах назад. Каждой ногой по 15 раз. Если чувствуешь, что тебе не хватает, делай больше, но не меньше 15 раз. Первые 5 расслаблено, потом амплитуды все выше, 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 и пока ножки, короче, не согреются, и ты не почувствуешь тепло в ногах. Это важно. Чтобы был эффект и результат, махи надо делать каждый день перед началом тренировки, постепенно, по чуть-чуть наращивая амплитуду. Корейцы, японцы делают махи просто в тысячах. Чем проще и легче у тебя летит нога на махе, тем легче и красивее она потом будет лететь на ударе или каком-то сложном техническом элементе. Следующий шаг. Самые простые удары это фронт, фронт кик, прямой удар. И он всегда начинается с коленочки. И здесь важно делать что? Важно четко по прямой выносить коленочку перед собой. Выносить коленочку перед собой. Важный момент, чтобы коленочка поднималась выше пояса. Если коленочка ниже пояса, удар уже высоко не пойдет. Четко поднять коленку. На самом деле вот этот подъем коленки четко перед собой, его мало быть не может. Делаешь 200 раз тоже хорошо. Причем от скорости и четкости вот этого вот момента зависит половина ударов, которые вообще базовые. Ты можешь сделать из карате, текундо, тайского бокса. Коленочка. Это вот основа. Четко перед собой коленочку. Чтобы не было ошибки, можешь это делать вот из стены. Если ты выносишь коленочку неправильно, ты будешь ударяться. Ударяться неприкольно, ты это перестанешь делать. Второй момент на самом простом ударе, прямом фронте, это выхлест. Вот, может вместе побегать, побить себе по полке. Вот. И по сути все. Первый удар фронт, это коленочка и выхлест. Коленочка и выхлест. Это очень просто, степ-бай-степ. Но потом можно наращивать и усложнять. И опять же, этот удар является самым простым и самым сложным. Сделать коленка-выхлест очень легко. Ой, да, очень легко. Но делать это в статике, это самое сложное. Кто не верит, попробуй. Попробуй подержать ногу в статике хотя бы секунд 30. Ее вообще отрывает. Важный момент. Если есть проблемы с координацией, или где-то ноги в недостаточной силе начинают вести, и вам для этого стеночка и нужна. Придерживаешься стенка, за стеночку ручкой, ножку ставишь назад, четко вынес коленку, сделал выхлест, поставил коленку назад. Еще раз. Вынес коленочку выше пояса, прямо перед собой, сделал выхлест, вернул ножку, назад встал в стойку. Вот. Акцент, нюанс, момент. Я тяну носочек. Естественно, когда бить человека ногой, носочек тянуть не надо. Но если делать элементы технической красоты, сложности, и просто, чтобы ваше тело, твое тело тебя чувствовало, лучше тянуть носочек. Опять же, если ты учишь удары, чтобы потом делать какие-то трюки, триккинг, красивую боевую хореографию, тяни носочек. Если будешь бить людей, или пытаться бить людей, нога сама собой натянется. Вот. Это с вероятностью 200%. Плюс можно немножко помарать стеночку, если хочешь, пробивающий удар, и поприжиматься. Я не хочу морать стенку, я не буду прижиматься. Но для красоты еще раз. Поднял первый этап. Щелкнул второй этап. Поставил третий этап. Просто. По 20 раз на каждую ногу. По 30, по 50, но не меньше 20 раз. Чем больше, тем лучше. Правой, левой ногой важно делать каждой ногой. Вот. Для ребят, у кого физическая сила есть, или охота себя испытать, челлендж продержать статику. Статика, это вот эта вот фаза. Чем дольше, тем лучше, но долго у вас не получится. Вот. И кого получится больше, чем 30 секунд, присылайте мне видео, я отправлю вам на креечки к сурмане кухни. Но на ряде у вас получится. Прямую ножку. То есть вот это вот уже все не то. Это не считается. Четко, по красоте, технично. Прямая нога перед... Наклеечки, пока зачем. И пока... Наклеечки. Наклеечки. У меня есть наклеечки. Пау? Пау. Усложнение техники я буду показывать шаг за шагом тоже. Это задание на недельку. Но сразу буду показывать два удара. И, короче, за неделю тебе надо выучить два удара. Усложнение, накрутка, вариации, это все потом. Второй удар тоже начинается с коленочки. Почти все удары начинаются с коленочки. Это важно. Выносишь ножку. И вот тут уже много нюансов. Доворачиваешься. Здесь нога, она как будто бы лежит на столе. Носочек натянут. И есть еще нюанс с ножкой опорной. Вот на этом повороте у меня доворачивается стопа. Она не прижата. И здесь, собственно, боковой удар. Вытягиваешь ногу перед собой. Ты и нога прямая линия. Ты и нога прямая линия. Вы натянуты, как струна. И ручку перед собой. И возвращаешь ее по тому же рисунку назад. Тут четыре фазы. Коленка. Первый. Доворот. Нога легла на стол. Носок натянут. Опорная ножка довернулась. Второй. Третий. Вытянул ножку. Четвертый. Вернул ее назад. Так же, как выносил. Подводящий. Если не тяжело, не получается, где-то подвисаешь. Возвращаешься на вот эту скруточку. Без удара. Оп. Довернул. Вернул. Довернул. Вернул. Довернул. Довернул. Каждой ногой. Правой. Левой. В идеале. Потом. Ты должен показать два технических действия. Это фронт. Прямой. Удар. Лучше без стеночки. И боковой. Лучше без стеночки. Можно со стеночкой. И хочу от тебя два видео. Первое. Когда ты делаешь поэтапно, шаг за шагом. И это видно. И когда ты делаешь слить. Еще момент. Еще момент по боковому удару. Важно также, чтобы коленочка улетала выше пояса. И ударная часть, которой удары по крайней мере бьют в текундо. И капой, и много где. Это голеностоп. Какие по традиции бьют, собственно, с самой боли. Вот. Красивая и техничная. Ты тянешь голеностоп туда. Как будто бы чуть-чуть за цель. Вот. И еще момент, как наработать. Опять же, если позволяет сила, выносливость. По 30 секунд, по минутке, по полторы минутки. Сложная. Относительно сложная. Но очень интересная. Подносишь ножку. Подносишь ножку. Уже довернул ее сюда. Носок натянут. Эта нога как будто ты на скакалочке. Можно придерживаться ручкой. Можно не придерживаться. Фехтовочка называется упражнение. И твоя задача, собственно, направлять ногу туда, по рисунку, туда, куда ты бьешь. Это уже сложная техника. Ну, относительно сложная. Вот. Но вот эти стеночки попробовать можно. Сначала, конечно, можно попробовать дверь к толчке. Это начало. Уже достаточно. Правый, левый ногой. Непринципиально. Должно быть непринципиально. Той ногой, которая получается хуже, делает больше подходов. Например, на раз. Подытожим. От 15 маков. Мак вперед перед собой. Боковой мак. Мак назад. Сапож на стеночку. Сначала аккуратно, потом наращивая тень. Вынос коленочки. Чем больше, тем лучше от 20 раз каждой ногой. Закрестываем. Можно на время минутки полторы-две на скорость попробовать налево. Возле стеночки. Поэтапно. Удар. И слив. Удар. Прямой. Каждой ногой от 20 до 50 повторений. Чем больше, тем лучше, если встаешь на 20, нормально. Просто с каждой тренировочкой наращиваешь по одному-два. Боковой удар. Коленочка. Доворок. Коленочка. Доворок. Удар. Вот без стеночки. От 20 до 50 повторений. Если нога какая-то слушается хуже, и это нормально, делаешь на нее больше повторений. Фехтовочка. Можно делать по времени. От 30 до 30 секунд до полторы минуты. Пока достаточно на первой неделе. Хотя бы пробуешь делать два раза. Если растяжка хорошая, от природы, или уже занимался, есть какая-то база, то фехтовочку можно уровень менять. Но так будет тяжелее делать в новый раз. Вот. И заминочка. Любая кайфовая растяжка, которая тебе нравится. Отжимания. Пресс. Складочка. Спина. А вообще, типа, у меня в инстаграме растяжки полтора. Вот. Если было полезным, ставь лайк, подписывайся на канал. Это первый бесплатный видеоурок. Будет курс из пяти уроков и пяти онлайн-тренировок, где потом я проверяю твои результаты. И когда миг снова пойдет, пандемия кончится, для тех, кто в Красноярске, будет бесплатная открытая тренировка. Ну, для тех, кто в Красноярске, оставил комментарий, подписался на кухню и делал вот эти вот свои задания. Вот. Будьте сильны, свежи, бодры, здоровы, не болейте. Удачи!